Такого потока иностранных туристов в Беларусь, как сейчас, не было, пожалуй, никогда. Только за первое полугодие 2018 в страну приехало более 2 миллионов иностранцев, а экспорт туру слуг вырос на 17%. Беларусь стала появляться и в туристических рейтингах, которые публикуют авторитетные международные издания. Что привлекает иностранцев в Беларуси, узнавала Анна Корольчук. По версии международного издательства Lonely Planet, Беларусь входит в десятку лучших стран для путешествий в 2019 году. Путешественникам советуют погулять по историческим местам и модным заведениям, а также посетить вторые европейские игры. А в октябре издание National Geographic Traveler назвало Беларусь лучшей страной для агротуризма. В читательском голосовании она опередила Италию, Бразилию, Китай и США. Беларусь действительно стала более открытой для зарубежных гостей. Найджел Робертс, автор первого англоязычного путеводителя по Беларуси, успел побывать в нашей стране более 30 раз. Разницу между своей первой поездкой и последними путешествиями он называет колоссальной. Беларусь в центре Европы не только географически, но и в культурном смысле. Изменился визовый режим, что раньше определенно было проблемой. Первым шагом послабление был пятидневный безвизовый период. Теперь он стал 30-дневным. Кстати, Найджел Робертс недавно посетил Гомельскую область, чтобы презентовать четвертое издание своего путеводителя по Беларуси. Книга вышла тиражом 4000 экземпляров и представляет собой не просто описание достопримечательностей, а авторское и эмоциональное повествование о стране и встречах с местными жителями. Кроме того, новое издание расширено по сравнению с предыдущими версиями. Мистер Робертс, что новое появилось в четвертом издании? В прошлом году я приехал в поисках материала для новой книги. Я был на Полесье, посетил Туров и Мозырь. Это те места, где я раньше не был, и я включил информацию о них в новую книгу. Знаете, я постоянно удивляюсь, что даже после 17 лет постоянных поездок в Беларуси я до сих пор нахожу что-то новое, на чем нужно рассказать. На прошлой неделе я был в Светлогорске. Мои коллеги сказали, Найджел, ты знаешь, что такое Красный берег? Нет, никогда не слышал, и мне рассказали об ужасных вещах, которые там происходили. Мне очень стыдно, что Красный берег не вошел в четвертое издание, но он обязательно будет в новой пятой книге. Новая книга действительно ярче раскрывает потенциал Гомельского региона. Даже ее обложку украшает фото храма Александра Невского на Каскаде Новобельских озер. На своей встрече с руководством Управления спорта и туризма Гомельского облсполкома Найджел Робертс выразил надежду, что новый путеводитель поможет привлечь в нашу область как можно больше гостей из дальнего зарубежья. На данный момент основные туристы Гомельской области – это граждане Российской Федерации. Тем не менее, наш регион, так же, как и вся страна, ощутил рост количества гостей. Из 150 миллионов долларов экспорта туристических услуг Беларуси практически 15 приходится на нашу область. В ближайшем будущем ожидается еще больший эффект от введения безвизового режима. Мы это больше ощутили по проведению международных соревнований и чемпионатов. И в том числе на наши форумы приезжают в том числе иностранные граждане, пользующиеся сегодня этим дополнением, то есть этим моментом, который сегодня существует в законодательстве. Но и мы все-таки рассчитываем на то, что это не будет ограничено только аэропортом Минск, подготовлены соответствующие дополнения в данный указ. И, возможно, в скором будущем точно так же через аэропорта областных центров этот безвиз будет применяться. На встрече Найджил Робертс отметил, что помимо либерализации визового режима в стране проведена огромная работа в сфере туризма. Появилось много указателей и аудиогидов на английском. Проводятся бизнес-форумы, международные культурные и спортивные мероприятия. А сейчас Национальное агентство по туризму выбирает лучшую концепцию туристического бренда Беларуси. На сайте организации представлено 17 вариантов с презентациями. Проголосовать за понравившиеся можно до 16 декабря. Анна Корольчук, Сергей Лукашук, Новости недели.